В последние 20 лет в России большое внимание уделяется улучшению экологии. Так, в рамках этого направления активно развивается система особо охраняемых природных территорий. На сегодняшний день система ООПТ федерального значения включает в себя 104 заповедника, 62 заказника и 65 национальных парков. Их площадь составляет порядка 75 миллионов 200 гектаров, из которых 55 миллионов 600 гектаров – суша, а 19 миллионов 600 гектаров – морская акватория. В них создаются все условия для развития и охраны различных видов животных и птиц. А также создаются безопасная для природы и комфортная для людей инфраструктура для отдыха. Благодаря этому удалось также возродить движение юных натуралистов. Так, в прошлом году ООПТ посетило в общей сложности около 14 миллионов человек. А на 52 ООПТ было проведено 210 смен экспедиционных лагерей, в которых приняли участие почти 8 тысяч детей и подростков. Этим летом в заповедниках и нацпарках страны также проходят тематические экспедиции. Они способствуют экологическому просвещению детей и молодежи. Так, в Красноярском крае в заповеднике Саяно-Шушенске в рамках экспедиции провели учет численности сибирского горного козла. Также научные сотрудники смогли вычислить местонахождение семьи снежных барсов и встретиться с ней. Кроме того, экспедиция состоялась в Национальном парке Таганай в Челябинской области. В рамках нее добровольцы со всей страны помогли сотрудникам парка подготовить материалы для будущих экскурсий и эко-уроков. А в Жигулевском заповеднике Самарской области состоялась герпентологическая экспедиция. Исследователям удалось встретить ящериц, змей, краснокнижную степную дыбку, а также зафиксировать веретеницу, медянку, 4 узорчатых полозы и 13 обыкновенных гадюк. В свою очередь в Астраханском заповеднике проходит детская полевая экспедиция «Изучаем Дельту-2023». Ребята уже побывали на экскурсии на центральном кордоне Дамчинского участка, поднялись на пожарную вышку и познакомились с местными обитателями – зайцами-русаками. Кроме того, их ждут лекции от научных сотрудников парка и лабораторные исследования, а также полевые выходы, экскурсии, творческие мастер-классы, квесты и другие активности. Хороших вам новостей!